МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда звонить? Не прокатило. В Бобруйске водитель повредил припаркованное авто и скрылся. Чем пришлось расплатиться? Эмоциональные образы. В выставочном зале открылась экспозиция Виктора Кнаруса. Трепетное отношение к окружающей жизни, даже к горе, даже к печали, это покоряет. Что отражают полотна? А также совместное производство, плановые сборы и резкое потепление. В Беларусь после зимовки возвращаются перелетные птицы. Какой прогноз? Президент посетил выставку ведущих медицинских и научно-инновационных производителей Ирана. На площадке представлены образцы продукции крупнейших компаний Исламской Республики. Главы государства смотрели экспозицию. О вариантах работы, в том числе на этих конкретных примерах, Александр Лукашенко говорил во время встречи с первым вице-президентом Махаммадом Ахбером. Его называют главным человеком в экономике страны. Я посмотрел некоторые образцы. То, что вы творите, вы меня поражаете. Вы создаете весьма высокотехнологичное оборудование, в котором нуждается весь мир. Возьмите турбины, потом информационно-коммуникационные, разные вещи, которые показали там. Лекарства самые современные и по цене доступные. Это дорогого стоит. Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. И если у вас есть интерес, давайте будем создавать совместное предприятие в Беларуси и торговать по всему миру. Минск и Тегеран подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества до 2026-го. Договоренности оцениваются в 100 миллионов долларов. Теперь есть четкий план, как действовать дальше. Визит Александра Лукашенко стал новой точкой отчета в истории Беларуси и Ирана. Все тайное становится явным. Госавтоинспекция привлекла к ответственности автомобилиста. В одном из дворов водитель Митсубиси въехал в припаркованное Пижом. После столкновения, не выходя из машины, скрылся с места происшествия. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Нарушитель установлен. На 25-летнего горожанина составлено три протокола. Ему грозит штраф и лишение прав до двух лет. Решать вопросы, не откладывая в долгий ящик, в Бабруском городсполкоме прошел семинар по работе с обращениями граждан. Сотрудники жилищно-коммунальных организаций обсудили последние изменения в законе и правила ведения документации, а также эффективные оперативные методы приема заявлений и их обработку. Такая форма подготовки специалистов позволяет держать руку на пульсе и внедрять самые прогрессивные инициативы. Хотелось бы обратить внимание горожан, которые активно пользуются системой учета и обработки обращений, на необходимость при отправке обращений учитывать требования законодательства об обращениях. Обязательно должна быть конкретно изложена суть обращения, чтобы понятно было сотрудникам, которые его будут рассматривать, в чем проблема, могли рассмотреть и дать компетентный ответ на поставленные вопросы. Эффективным методом работы по-прежнему остается горящая линия. Жители могут обратиться как в Первомайскую и Ленинскую администрацию, так и напрямую в Бавруйский горосполком. На звонки отвечают по будням с 8 до часу и с 2 до 5. Политическая сила, боевая готовность и транспортные потоки. Беларусь в пять раз увеличила контейнерные перевозки по железной дороге. Кто главный партнер? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране продолжается активное обсуждение программы партии «Белая Русь». Предложения можно внести на круглых столах, опросах и дискуссионных площадках. В Могилевской области их около 150. Учредительный съезд, напомним, пройдет в столице 18 марта. Наш регион представит 119 человек. Минобороны сообщает о плановом призыве в марте. Военнообязанные повысят свои профессиональные знания и ознакомятся с новыми образцами вооружения. Боевой готовности в республике уделяют большое внимание. Тренировки с начала года проводятся в разных частях и соединениях. Беларусь за прошлый год в пять раз увеличила контейнерные перевозки по железной дороге в Китай. Поднебесная после России выступает важнейшим партнером. В сфере международных автоперемещений товаров увеличилось количество двусторонних рейсов в страны Закавказья, Центральной Азии, Иран и Турцию. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли собирают информацию о частых нарушениях со стороны продавцов. В основном бизнес ведет себя добросовестно. Однако нередко покупателям навязывают расширенную гарантию на различную технику. 15 марта ведомство запустит горячую линию. Пожаловаться можно по номеру 8017-241-4202. В страну пришло резкое потепление. После зимовки возвращаются перелетные птицы. Уже в среду синоптики прогнозируют до 17 диплом. В северных регионах возможен дождь и мокрый снег. Ветер прогнозируется южный до 20 метров в секунду. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью местами температура воздуха будет ниже нуля. Успеть срок. Компания по декларированию доходов за 2022 завершится 31 марта. Расчет по доходному налогу обязаны предоставить белорусы, которые за последние пять лет продали более одного дома, квартиры, дачи, машиноместа, земельного участка или гаража. Это же касается офисов, складов и другой недвижимости. Декларацию должны подать и те, кто в течение календарного года реализовал или поменял транспорт. Декларированию подлежат доходы, полученные физическими лицами в дар не от близких родственников, бесплатно полученная недвижимость по договорам ренты, договорам мены. Если сумма доходов, полученная в 2022 году, превышает 8078 белорусских рублей. В списке также доходы из-за границы, будь то работа по найму или подарки от иностранцев и зарубежных организаций. Оплатить налог можно до 1 июня. Душа на осколке. В выставочном зале открылась персональная экспозиция Виктора Кнаруса. Здесь представлено более 70 живописных работ. Особое внимание автор обращает на название к миниатюрам. Это поэтические строки в стиле хокку. О философском мышлении Елизавета Липеева. В выставочном зале художественного музея фейерверк из эксцентричных работ. Два года плодотворного творчества, наполненные тяжёлыми событиями, воплощаются в экспозицию осколки хрустального мира. Названия, как и картины, отражают эмоциональное состояние мастера кисти. В каждом мазке целая история и любовь к жизни вопреки всем трудностям. То, что у меня было внутри, на моём сердце, в моей душе, вот это вот сейчас вы видите здесь. И осколки, потому что я нёс в руках свой мир хрустальный, а потом уронил её. Виктор Кнарус представляет свыше 70 работ, написанных акриловыми и масляными красками. Автор не подражает конкретному направлению искусства, пишет так, как чувствует. Неотъемлемые составляющие творчества, неподдельная искренность, внимание к деталям, философское мышление и внутренняя сила. Каждый художник пишет, как дышит, как чувствует. И иногда, видя его чистота, его души, трепетное отношение к окружающей жизни, даже к горе, даже к печали, это покоряет. Важная часть каждой работы – слова, которые её сопровождают. Художник обращает на это особое внимание. В названиях к миниатюрам, а их 44, находит отражение увлечения автора японской культурой – поэтические строки в стиле хоку. Мастер акцентирует – текст и изображения взаимодополняемы. В планах ещё и создание книги о выставке. Каждый раз, когда я прохожу мимо, очень разные эмоции возникают. Где-то грусть, где-то радость, то есть оно несёт в себе очень много эмоций. Очень разные ощущения, но я соглашусь с тем, что говорили, что есть в этом что-то детское и светлое, и искреннее. Пока природа не балует солнечными красками, самое время насладиться живописью. Посетителей ждут на социалистической 100. Экспозиция работает с 10 до 19. Мастер кисти призывает видеть в окружающем необычное, а само творчество называет аллегорией и возможностью создания собственного мира через призму образов на картинах. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова